Моя страница. У них даже есть свой храм. Чтобы в него войти, нужно набрать пароль. И нажать кнопку Enter. В храме вы можете исповедоваться в чате. И написать личное сообщение батюшке на форум. Провайдеру Слова Божьего. Нормально. А представляете, я своим друзьям это читал по телефону. Там такой завис был вообще. Если вы хотите помолиться, достаточно один раз кликнуть мышкой на иконку. Также, я не могу это читать. Также вы можете загрузить видеомолитвы на YouTube. И разместить ссылку на блоге Господа. Конечно, предварительно произнося, да очистится реестр твой. Да минит тебя синий экран. Да хранит тебя Ctrl-S. Потому как человек предполагает, а модератор располагает. Самое страшное наказание у нововеров это отлучение от интернета. Покаяние на сайте нововеров производится двумя кликами. Опиши свой грех в поле ваш грех. Набери цифры, которые видишь на картинке, и нажми кнопку покаяться. Проголосуй за понравившиеся грехи. Обладатель самого популярного греха получит допуск на сайт грех.ру. На сайте нововеров также публикуются их интернет-заповеди. Чти отца и материнскую плату свою. Не запускай поиск Яндекса в Суе. Содержи принтер свой в строгости, а клаву в святости. Если мышка искушает тебя, отсеки мышку свою. Не возжелай железа ближнего своего. Главная заповедь геймера. Если ударили тебя по левой щеке, отпрыгни и врежь из плазменной пушки. По версии нововеров, Моисей 40 лет бродил в интернете. Апокалипсис начинается так. Из облаков выскакивает окошко с сообщением. Срок действия триал версии вселенной истек. Зайдите на сайт разработчика. Сотворение мира по версии нововеры в интернет-библии состоит из нового модема и старого модема. В первый день создал Господь калькулятор. И сказал, это хорошо, но Тетрис не тянет. Во второй день он создал радиорынок. Купил там память, материнку, видеокарту. Собрал компьютер, загрузил в Warcraft 3. Игрался шесть дней. На шестой день вечером сказал Господь, «Ёпра, СТ, я же работу не сделал». И в ночь с шестого на седьмой день сотворил Господь свет, тьму, солнце, луну, звезды, тверь, моря, животных, растения и двух юнитов. Мужчину и женщину. Мужчину, юзера и лузера. Посмотрел он на это и сказал, «К черту, Warcraft, буду в эту стратегию играться». И завещал он офисным работникам, «Пять дней работай, а шестой день отдай пасьянцу косынка». И добавил, «Если у цивилов все дороги ведут в Рим, то в интернете все ссылки ведут на порно-сайт. Страшивейся этого, ведь праведники попадают в рай, а грешники на сайт Дома-2». Но кликнул однажды дьявол в слух своих хакеров. И наслали они на землю троянов. И зависли машины, и синие краны поглотили их. И взмолилися юзеры, «Защити нас, святой Касперский заступник». И явился тот доктор Вебер-юродивый. И отбил атаки хакерские. И всех троянов заманил, в папку карантины пролечил. И, наконец, помните, если вы услышите в храме такие слова, как «Привет, медведь!» «Адский сатана!» «Жесть и автар выпий и яду!» Не удивляйтесь, служба в храме ведется на новославянском языке. Во имя Харда, Винды и святого модератора Админ. АПЛОДИСМЕНТЫ